Многие говорили перед боем, что нет ничего более скучного, чем когда встречаются в ринге два левши. Но в этой ситуации немного по-другому получилось, ввиду личных качеств обоих боксеров, особенно Василия Ломаченко. Бои с его участием, наверное, скучными не бывают, потому что парень действительно настолько себя хорошо чувствует в ринге и демонстрирует такой бокс, такого класса, что там скучно не будет. Есть всегда на что посмотреть поединки с участием Ломаченко. И плюс ко всему и Рассел оказался действительно хорошим боксером, не зря его так все нахваливали, с хорошей ручной скоростью. Но несмотря на его разговоры о том, что Василий не имеет такого опыта, как я, что нужно идти степ-бай-степ, а потом выходить на бой с званием чемпиона мира, мы видели, что в ринге оказалось все наоборот. Вот как раз Вася оказался в ринге более зрелым, более профессиональным бойцом, чем Рассел. Больше какой-то любительщины был как раз у Рассела. Вася настолько все грамотно делал, что действительно заслужил похвалы многих специалистов, даже тех, кто в основном только критикует. Тот же Эдрин Браннер, такой Мэйвезер номер два, как он себя раньше называл, сейчас уже его попустили, так скажем. И он сказал, что действительно Ломаченко произвел впечатление очень большое на всех. Никто не ожидал, что в таком стиле, вот так легко и уверенно он обыграет Рассела буквально по всем компонентам. А что касается счета, который выставили судьи, ну в принципе ничего удивительного, несмотря на авторитет Боба Арума, на то, что он в принципе благодаря ему Василий получил еще один шанс боксировать звание чемпиона мира. Он не все контролирует в профессиональном боксе, он не может повлиять на судей. И это хорошо с одной стороны, потому что не будет таких разговоров, что там все, Васе этот пояс на блюдечке принесли. Вася его заработал действительно своим трудом.